Когда молодая семья взяла в свой дом щенка из приюта, они были очень счастливы появлению питомца. Однако радость продлилась недолго, спустя пару месяцев Али, как назвали пёсика, заболел. Да так, что врач предложил немедленно его усыпить. Но хозяйка не позволила сделать малышу эвтаназию. Усыпить? Нет, ни за что. Забрав щенка, молодая женщина отправилась в одну из известных клиник Техаса, где работает талантливый доктор по имени Диараблу. Он увидел расстроенную хозяйку и внимательно выслушал её. Оказалось, что в доме, где живёт семья, недавно произошло наводнение. Потоки грязной воды были повсюду. В жидкости размножались насекомые и бактерии, а это значило, что пёс мог заразиться инфекцией. К сожалению, предыдущий доктор, обнаружив у собаки отклонение в работе печени и почек, лечить её отказался. Ветеринар предложил усыпить Али, но женщина не захотела мириться с такой ситуацией и пришла просить помощи у мистера Блу. Эвтаназия не вариант? Добавила она, едва скрывая слёзы. Ветеринар посадил собаку на стол и сделал первичный осмотр. Он увидел, что внешне крупный пёс имеет явную нехватку веса и выглядит истощённым. Чтобы понять, каковы истинные причины сложившейся ситуации, доктор предложил хозяйке оставить собаку на несколько дней для осмотра, и женщина согласилась. А между тем, врач и его ассистенты взяли у питомца кровь и мочу на анализ. Им было важно понять, почему у собаки такие опасные симптомы и есть ли хоть какой-то шанс спасти её. Первичный осмотр заставил его заподозрить у Алилиптоспироз, но оставалось дождаться результатов анализов. Профессиональное чутьё не подвело доктора. У собаки действительно было это заболевание, а это значило, что она не только могла погибнуть, но и заразить окружающих. Скорее всего, в этом и крылась причина, по которой предыдущий доктор не захотел браться за Али. Зная, что болезнь передаётся от животного к человеку, он решил не рисковать собственным здоровьем. К счастью, доктор Блу не струсил и не отказался от пса. Он предупредил своих сотрудников о необходимости тщательной защиты, ведь заразиться никому не хотелось. Врач напомнил о халатах и перчатках, а также о том, чтобы никто из его команды не прикасался ни к курине, ни к чему-либо, возле чего побывала собака. Ну а дальше доктор прописал лечение, которое уже спустя несколько дней стало приносить свои плоды. Пёс начал потихоньку кушать, пил воду, что было особенно важно для его обезвоженного организма, но самое главное, его почки постепенно начали работать в нормальном режиме. Теперь его жизни ничто не угрожало. Наконец настал тот день, когда питомца выписали из больницы и передали в руки счастливой семье.